Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В силу некоторых особенностей вопроса, я не вижу для себя возможным полностью его читать, так как, на мой взгляд, он содержит некоторую личную информацию, которую я не считаю возможным озвучивать. Тем не менее, в общих чертах ситуация такая. Пишет девушка, которая не может простить мужчину и на него обижаться. Она обижается на него за то, что в процессе выстраивания легких отношений без обязательств она начала добивать, по ее словам, себе цену, ожидая, что мужчина будет за ней ухаживать и его добиваться, а он просто из контакта с ней вышел, вот. И по некоторым аспектам девушка чувствует себя использованной, вот. И, соответственно, ей очень обидно. Собственно, вопрос, как простить обиду в данной ситуации и себя не грызть. Ну, в первую очередь, здесь мне бы хотелось, конечно, конечно, немножечко как-то разграничить вот те понятия, в рамках которых мы говорим. То есть, понимаете, простить обиду, ну, не представляется возможным. Потому что обида – это одно, а прощение – это несколько другое. Обида – это то, что появляется вследствие определенных ожиданий, ну, определенных ожиданий, когда человек, вот, чего-то ждет, чего-то ожидает от, в данном случае, другого человека. В этом случае появляется обида. А прощение, соответственно, именно вот если мы говорим про прощение, то прощение – это история про непринятие. И еще вы упоминаете такой аспект, на мой взгляд, достаточно важный и интересный, касающийся того, что вы себя, по вашим словам, грызете. Вот тоже здесь хотелось бы несколько разобраться, а за что именно вы себя грызете. Потому что мне кажется, что в данном случае речь может идти, в частности, про определенные ваши желания, про определенные ваши потребности, которые вы, вероятно, не замечаете. Вот в себе их несколько глушите, хотя они для вас сложны и, соответственно, когда вас в них отвергают, в этих, в этих потребностях, вы чувствуете, что вам больно. И как бы связано это с тем, что, на мой взгляд, связано это с тем, что для вот как-то потребностей ваших, ну для того, чтобы вы могли, например, о них заявить, да, допустим, нужно вот как-будто бы слишком много или как-будто бы слишком высокие у вас, ну, требования к тому, чтобы о своих вот потребностях заявлять. То есть, на мой взгляд, здесь нужно рассматривать именно вот ситуацию конкретно с точки зрения того, что вы хотели, да. то есть, ну, допустим, если вы говорите, что хотели отношения без обязательств, да, то первое, на что нужно обратить внимание, да, что это значит для вас, и то ли это самое значит для, ну, вашего партнёра, которого вы выбрали для этих самых отношений без обязательств. То есть, необходимо убедиться, что вы с партнёром своим одинаково понимаете отношения без обязательств, потому что если вы отношения без обязательств понимаете по-разному, то будет такая вот, получается, будет такое несоответствие, вот, и как следствие вам, соответственно, рано или поздно просто станет больно, вот. Это история, которая, ну, вот, к сожалению, случится неминуемо в данном случае, к сожалению, повторюсь, вот. Потому что, ну, ситуация просто, она, ну, такая, да, вот. Дальше. Желательно, желательно определить для себя границы позволенных. То есть определить для себя, что вы готовы, например, делать, да, в отношениях без обязательств. Собственно говоря, без обязательств. То есть, ну, я понимаю, да, как это, как это может в данном случае звучать, но вот, как бы, это очень важный аспект. Потому что если вы себе в этом не признаете сами, что вы готовы делать в отношениях без обязательств, без обязательств, то, как бы, получается, опять же, не в соответствует реальность, я ожиданий имел. Вот. А... Ситуация, Ситуация, которая возникает у вас, на мой взгляд, возникает по той причине, что под отношениями без обязательств вы пытаетесь скрыть и последующим образом реализовать некоторые другие свои желания, которые не являются как каковыми уже ну, вот, тем, что вы затранслировали. Понимаете, да? То есть, то есть, говорите об одном, а по факту подразумеваете другому. Нужно только понять, что именно. Мне, например, показалось, что вы И вот боитесь, как будто бы вы боитесь сближения с человеком. То есть как будто бы вы хотите близости, но боитесь. Ну вот. И психологической, и физической близости, вот. Как будто бы вы этого боитесь. Если это так, вот, если это так, то как бы нет ничего удивительного в том, что вы, вот, говорите про отношения без обязательств, да, вроде бы, как вы говорите про них. Но, в то же время, как будто бы речь идёт совсем о других вещах. Как будто бы, вот, в то же время вы говорите совсем про другого. Вот. И в этом случае, ну, как бы, ничего удивительного в этом нет. Поэтому, если у вас есть, вот, такая сложность, трудность в том, чтобы, например, сближаться с людьми, да, если вам сложно, тяжело, если вы боитесь, если вы боитесь того, что вас отвергнут, например. И что-то ещё такое, вот, что это нужно, во-первых, во-первых, это желательно признать, да, то есть, ну, признать, что вот есть, в данном случае есть вот такая проблема, да, допустим. Это первое, что нужно сделать, второе, это уже над этой проблемой недоответственно работать, ну, и третье, это, как бы, смотреть, да, вот, условно говоря, там, если, ну, для вас, вот, что-то недопустимо, да, да, то, вот, ни в коем случае этого не делать. Там, ну, вот, в противном случае просто вы будете, ну, попадать, вот, в такую ловушку, что человек, который с вами вступает в отношения, он, ну, как бы, не хочет, там, напрягаться. Он хочет того, что вы ему обещали, а именно отношения без обязательных. А вы, как бы, ему говорите, что, ой, нет, на самом деле, я, как бы, там, набиваю себе цену и так далее. Вот, то есть вы-то набиваете себе цену, вы набиваете себе цену, эм, такую, эм, какую хотите, то есть это, это, это ваше право, набиваете цену, какую вам угодно. Ну, вы, вот, дело немножечко, эм, как мне кажется, не в этом, а дело в том, что, эм, с тем ли, эм, с человеком вы это делаете. Потому что, и в том, эм, в том ли, э, формате, э, ну, вот, да, отношения. Потому что мне, например, опять же, э, показалось, что, ну, вот, эм, мне показалось несколько, что никто. Мне показалось, что, эм, ну, в данном случае мужчина просто не ожидал того, что, э, вы будете, там, э, заявлять о себе вот так, как, э, вы, собственно, заявляли. И дело здесь не в том, что, то, что вы делаете, то есть заявляете о себе, это что-то плохого, э, вот. А дело здесь именно, скорее, в том, что просто формат отношений и подходов. Ну, вот, понимаете, да, то есть вам, э, вот, вам чего-то хочется, вот, вы об этом, получается, прямо сказать боитесь. Вы об этом, получается, прямо не говорите, потому что, ну, боитесь, там, вам тяжело, неприятно, больно, например. Вот, вы об этом прямо не говорите, вы надеетесь этого достичь окольными путями, а окольными путями, вот, как бы, ну, к сожалению, не получается. Вот, и в итоге вы, просто-напросто, разочаровываете, ну, разочаровываете, вам больно и так далее. Вот, поэтому вы честно себя спросите, да, во-первых, вот, что такое для вас отношения без обязательств, это первое. Второе, убедитесь в том, что с вашим партнером, с которым вы, вот, ну, это самые отношения без обязательств, начинаете, вам нужно убедиться в том, что ваше, вот, представление об этом совпадало. Если, если не совпадало, то есть большой риск того, что вам будет больно и так далее. И если у вас есть неуверенность в себе, страх, отвращение или ощущение, что вы, допустим, ну, никому не нужны и так далее и так далее, то с этим нужно поработать, вот, для этого и вам нужна будет психотерапия, вот, в ходе которой вы сможете получить необходимую поддержку и, как бы, подкорректировать свои трудности, вот. На этом всё, желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.